День приема Среда, четверг, пятница Люди собираются И идут В кассу Ну, вчера, когда по радио рассказывал, я говорил, что Так как мы все когда-то ходили на демонстрацию С красными флагами Так тут все сейчас идут в белом Дать вопросы Их зададут На португальском Ну и, соответственно, обратно переведут Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому В 2008 году мы сюда приехали Первый раз? Первый раз Ну, вот это как раз интересно Да Потому что, ну, то, что здесь происходит Многим будет непонятно в том плане, что Как это происходит Это непонятно, в общем-то, фактически Врачам, которые сюда приезжают Потому что те пациенты Этих врачей, которым были поставлены Диагнозы, не оставляющие никаких надежд После посещения вот этого места Возвращаются практически здоровыми То есть они этого не понимают Ну, естественно, вообще никто этого не понимает Ну, мало кто, будем так говорить Этого не понимает И получается, что твой муж, в принципе Он тоже этого ничего не знал В тот момент нет В тот момент нет? Повреждения таких витальных органов Её нельзя было вырезать И, то есть, единственное, что осталось Это химотерапия На химотерапии он побыл полтора года Потом он сказал, что всё, я это делать больше не могу И это не первый раз было, да? Это не первый раз было Но со мной это было первый раз, конечно Из-за этой химотерапии он ещё получил инфаркт Потом у него были тромбозы То есть, практически эти До приезда сюда в 2008 году В эти полтора года мы провели в больницах Вот, и я ему все это время говорила Что тебя вылечит только Бог Тебе нужно открыться духовно Тебе нужно искать духовную помощь Потому что это тебе поможет А как ты это самочувствовала? Вот почему ты так говорила? Ну, потому что я всегда интересовалась Духовностью Это меня всегда интересовало Я была очень задействована этим Энергетической работой Что для него было очень чуждо в то время И, то есть, мне нужно было провести с ним Полтора года полит работы Подготовить его, я считаю, его душу Чтобы он мог понять Принять это благословение Джоном Готом всегда говорили Если есть на то воля Бога То любая болезнь, она излечима Понятно Если есть на то воля Бога, конечно Их воля души То есть у нас у всех есть свое свободное право решать Если они в себя Хотим ли лечиться или не хотим Если хотим, у меня есть на то воля Бога То излечение всегда возможно В любой стадии Если вот так вот Мое видение Один раз я была с ним на Пасху Мы были в больнице И я сидела рядом с ним Он принимал свой флакончик Химиотерапии Это в Австрии, да? Да, в Австрии Мы живем в Австрии И значит, я сидела всегда с ним молилась Я посылала ему свет И в тот момент у меня что-то У меня явилось такое видение Я увидела Христа И рядом с ним Марию Магдалену И они мне сказали, что мужа мой твоего вылечим Это было очень сильное введение Они сказали, что он вылечится И я записала это все Значит, поверила, конечно Я и так знала, что вы всегда вылечите Я была всегда уверена, что я не знала как Но вылечится И значит, это было в апреле На Пасху И потом В июле мы узнали о Джону в год Он смотрел телевизор Мой муж лежал Мы отказались от химиотерапии в июне И он лежал на диване Смотрел телевизор Discovery Channel Он очень любит смотреть И вдруг идет документальный фильм Джон оф Гот И значит, я наверху Он внизу И мне снизу кричит Нина, иди скорее сюда Быстро, быстрее Я, значит, скатываю с лестницы Думаю, что случилось Он говорит Я еду в Бразилию Мы едем в Бразилию Я говорю, почему? Вот этот человек меня зовет Я думаю, ну все, плохо Я смотрю этот фильм Я вижу Джон оф Готт Он стоит перед... То есть с ним совсем Ты подумала, с ним совсем плохо Да Средний стоит, значит, Джон оф Готт Но я посмотрела этот фильм Я вижу, что он там людей лечит И я поверила в это, конечно Я была открыта к этому всему Я говорю, хорошо, раз ты открылся Я тоже, конечно же, поеду Сначала мы послали фотографии сюда Мы получили таблетки Принимали их месяц Вместе Нет, я не принимала Он принимал И потом в сентябре мы приехали Вот, и мы приехали с группой американской Присоединились к ним И, значит, с этого все началось А потом это было сентябре И уже в ноябре мы вернулись Первый раз с группой Огромные группы Очень тяжелобольных Вот, и Джон привез их Совершенно на добровольных началах Он привез их всех сюда Из этого началось и лечение Я хочу сказать, оно не всегда однозначное То есть люди приезжают сюда И они думают, что Их вылечат Нет, конечно, это хорошо, что они думают, что их вылечат Так надо думать Но они думают, что они пришли сюда на две недели Подошли к энтити Подошли к духу, к сущности И он их сразу вылечит Но это не всегда так бывает Это всегда зависит от самого человека Его работы, внутренней работы Нашей духовной работы То есть это сидеть в каренте Это очень важно Потому что мой муж был прооперирован духовно Один раз И все остальное, что его лечило Это карент Он сидел там, он медитировал Медитировал, медитировал, медитировал Вот эти энтити, которые переводятся как духи На русский язык Сущности Сущности, да И они также еще называются ангелами, да Поскольку они... Ну, смотря какие ангелы Конечно, не все ангелы Есть сущности, есть духи Есть ангелы Это разные вещи Ну, имеется в виду те ангелы, которые нас хранят Которые нас защищают А, ангелы-хранители, да Да, которые нам помогают, да Да, да, да Вот И то есть сам Джоа, он Джанавгад Он, в общем-то, не имеет никакого не образования, да То, что мы читаем Он не образовывал Он не врач, естественно, не имеет никакого отношения Он всегда говорит, я простой человек Из Гояс Это штат Гояс, где мы находимся Я родился в католической семье Я не имею медицинского образования Я являюсь инструментом Бога Я принимаю в себя Этих сущностей, которые лечат, лечат Бог Я никогда никого не лечу То есть он является медиумом? Да, он медиумом Он всегда утверждает, что он никогда никого не лечит А вот эти операции, которые мы видим в кино Вот то, что мы видали на Discovery Channel, да И которое мы видали там в других фильмах И вот то, что тут происходит иногда Это вот как бы получается как бы шоу какое-то или нет? Нет Почему кого-то он выводит сюда на сцену Кого-то вот эти entities как бы лечат сами Ну вот мы сами были вот через эту операцию как бы прошли Но поскольку мы первый раз И как-то мы не очень-то представляем вообще Как это происходит То есть какие вот стадии Какие тут вот что происходит, когда человек сюда приезжает Ну что происходит, когда приезжает Во-первых, это не шоу Это физические операции Они для тех людей, которые хотят увидеть физически Что что-то было вырезано, удалено Как это происходит То есть они тем, которые мало верят или не верят Это просто доказательство того, что это сила Бога Она лечит Потому что люди стоят там Он их режет Он их в них так просто буквально похоже на то Как будто закалывает этими ножницами Они идут глубоко в нос Что в принципе, если бы это сделано было в больнице обычной То они были давно бы мертвы То есть он это все показал для того, чтобы показать Что это действительно правда И люди, они не чувствуют никакой боли Они не чувствуют никакой боли Никакого дискомфорта Им это Они даже говорят, что они видят приятное видение Им это нравится Вот И что происходит, когда люди сюда приезжают Они, конечно же, приезжают Эти первые очереди идут на показ Идут к энтити Они идут к сущности И он решает, что им надо будет дальше делать То есть либо им надо будет операцию Либо он их посылает сидеть в каренте Карент — это энергетический ток Эти люди, которые сидят в комнате, они медитируют И они создают энергию Эта энергия тоже идет от самой сущности И от людей, которые там медитируют И, значит, или же кристальные кровати Которые сзади нас здесь находятся Есть еще святой водопад То есть методы лечения, они комплексные и разные Это все решает сама сущность Это вот эти вот комнаты, да? Пронумерованные, да? Да, там находится этот духовный такой аппарат Это кристальные кровати Они представляют себя обычную кровать И на одни инструмент Семь кристаллов разного цвета Они светятся и они прочищают наши чакры А как это, каким образом это все происходит? Энергия, там тоже присутствуют сущности То есть они тоже там работают, да? То есть как бы вот эти вот аппараты Вот эти вот кристаллы, которые направлены на все семь чакр Все семь там этих стоят кристаллов И они каждый цвет имеют, они направлены То есть фактически это как бы просто через них Энтитис, они тоже работают на людях Но через эти кристаллы, да? Да, совершенно верно, да Да, через эти кристаллы То есть эти кристаллы, они энергетически заряжены И через них идут энергии Понятно А вот кому-то, допустим Вот мы приехали, нам было рекомендовано Не тоже рекомендовано, мы стояли в очереди И потом вдруг сказали А теперь кто хотят идти Даже первый раз То есть идите на операцию Ну мы решили, что пойдем на операцию Хотя совершенно не представляю, что за операция И что нам надо оперировать, непонятно Вот Ну мы туда пошли Нас куда-то завели В какую-то комнату И мы сидели, говорят, закрывайте глаза и ждите Вот мы сидим и ждем, когда операция будет И что-то мы как-то не очень там почувствовали Так вот, что это такое, вот как это происходит Ну это происходит так Значит, все сидят в комнате И закрывают глаза И начинается духовная работа У каждого есть, так сказать, своя духовная команда Тех сущностей, которые над вами будут работать Они знают, зачем вы пришли, что вам надо Они будут над вами работать То есть они могут там физически что-то там оперировать Какие-то органы То есть нам не надо говорить, чем мы больны Где у нас там проблемы Нет, они знают Ну вы, конечно же, наверное, знаете сами У вас есть вопрос в вашей голове Они его могут понять То есть они его как бы считывают Но мы никому не рассказывают Как к доктору мы приходим Доктор говорит, что вы пришли А мы говорим, у меня вот тут болит там Где-то в каком-то месте А мы приходим в Джона в год Мы ничего не говорим Нет, мы приносим вопросы Допустим, идем с переводчиком к нему И у меня там написано, что у меня там допустим То-то и то-то болит Помогите мне, пожалуйста Он это знает Но он еще видит другое Он видит, что было, так сказать Причиной этого всего Что было раньше Что было в этой жизни Что было в прошлой жизни И что будет в будущем И он это все может комплексно лечить То есть не отдельный симптом Который только вы знаете Он знает Но сам он работая столько Или точнее не то, что работая А наверное сущности Работая с ним Через него Наверное он сам уже Что-то уже сам может Как бы Кто он? Сам по себе Ну, Джоао Джоао нет, он не лечит Он сам ничего Он не лечит никого Он всегда говорит Я никого не лечу Он находится в полном трансе Он медиум полного транса То есть он абсолютно Бессознательный То есть он даже не помнит То, что он делал Нет, он ничего не помнит Находясь в этом состоянии Да, его вообще нет Ну вот мы видали Одну такую операцию И он вышел То есть как-то все засуетились До этого кто-то там рассказывал На сцене Причем Что он рассказывал Мы ничего не знали Потому что это все На португальском происходит А потом что-то все засуетились И мы уже поняли Что это сейчас произойдет Да Вот И выходит уже Джанов Гат С ним выходят его ассистенты Вот И он ведет какую-то женщину Ставит ее к стенке Вот И что сейчас произойдет И он с какими-то длинными ножницами Да Вот И что-то такое там Начинает происходить Так вот До этого Он взял Какого-то вот человека И они стали вместе Молиться Или принести Какую-то молитву Вот То есть она Как бы вот эта молитва Приводит его В состояние вот этого транса И в него Вот эти Энтитис входят Для того, чтобы Сделать эту операцию Правильно? Да Это подготовительная молитва Она называется Пресса де каритес Это Если перевести дословно на русский Наверное не имеет смысла Но это Молитва Благотворительности и любви И она очень красивая молитва Я кстати принесла с собой Если вам интересно Молитву? Да Я ее тоже часто читаю Вот она у меня здесь Вот она Вот эту молитву он читает И где-то в процессе Зачитывания этой молитвы Он инкорпорируется Что значит Инкорпорируется Это значит Его сознание Покидают его тело И в него ходит Другая сущность В него ходит Другое сознание Посланник света Который будет проводить Духовную работу И он стоит Он держит руки Других своих помощников Просто чтобы держаться Потому что Эта энергия очень сильная Ему нужно держать равновесие Очень сильная энергия И так же они помогают Ему энергетически тоже И это идет такой Через него И он сразу же меняется А еще Вот я читал о том Что в общем-то Не только он Он главный Как бы медиум Да Но еще рядом с ним Находится еще есть медиум Помощники Да Вокруг него сидят Медиумы Всегда в карантине Вокруг сидят Люди Которые Они здесь Обучены быть медиум Они здесь Работают долгое время Они тоже Они тоже Так сказать Они Повышают эту энергию Они тоже медитируют То есть у них Очень сильные То есть Он не один И сущность Тоже не одна Там тысячи разных Сущностей То есть Есть главная сущность Которая В теле его присутствует И у нее Есть своя команда Которая состоит Из тысячи И тысячи Духов Которые работают На всеми То есть он никогда Не один А вот Там опять же Вот в этом гайде Которые На разных языках Есть Которые продаются Вот мы один Приобрели И там написано Что здесь Даже присутствует Дух Царя Соломона Да Он очень редко Но иногда Очень редко Входит в тело Медюма Жуав Очень редко Очень редко По определенным Числам Нет Он был Зимой Когда я здесь была А как мы это знаем Или как ты это знаешь Он говорит Кто Говорит Ну Или так сказать Он говорит сам Сама сущность Что я Король Я царь Соломон Через Жуав Через Медюма Жуав Через Джона В год И Последний раз Когда он Инкорпорировал Царя Соломона Это было 20 лет назад То есть это редко Было бы неплохо Да Да Приехать Да Но к сожалению Мы не можем заказать Заранее Это трудно Да А если молиться Можно? Молиться Но вот у нас есть Допустим Здесь сзади Есть картина Царя Соломона Это является Порталом Это дверь к нему Можно с ним Медитировать Он вам поможет Можно с ним Говорить Деньги 24 сентября, это его сентября, и он делает 28 лет. Спасибо. В nomeе Бога, я хочу благодарить всех моих братьев. Спасибо за субтитры, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Obrigado. If you wish to have your operation, it doesn't matter if you are first time or second time, no problem. If you wish to have your operation, you can go inside now. That's what I'm saying. Do you know what you need to think of? Do you know what it is? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 ! 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